Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 сверстников, ну, более успешных. Привести к чему? Сверхзадача очень важная, значит, я бы так, наверное, в двух таких ракурсах бы охарактеризовал. Первое, это чтобы школьники верили в себя, потому что вера в себя – это самая главная мотивация. И вторая составляющая – это дать какие-то реальные инструменты, прежде всего, своего собственного всестороннего развития, а посредством развития ты уже можешь как-то себя находить и искать в различных видах деятельности. Вот, поэтому ничего такого, может быть, уникального в том, что я сказал, нет, а вот то, что это очень сложно достижимо, да, потому что, ну, всегда нужно понимать, как через какие методы, технологии, подходы ты сможешь это сделать. Вот, а если говорить отдельно про форум РОС, то я бы хотел сказать, что мы с этого учебного года приняли решение о его трансформации. То есть, если мы просто проводили каждый год форум РОС и на этом как бы все, то теперь мы его активно интегрируем в учебный год, и мы проводим его, ну, с одной стороны, потому что пандемия вмешалась в корректировку наших планов, с другой стороны, мы как бы, как бы, для себя, ну, посредством размышлений, допустим, нашли такое решение, что как раз-таки после выборов, новых выборов президентов школ, мы проводим мотивационный РОС, то есть мотивация, вдохновление, то есть основная, главная задача, это эмоции, которые будут побуждать, созидать, творить, совершенствоваться. Следующий РОС мы планируем провести уже в феврале следующего года, он уже будет носить такой проектный характер, когда ребята должны разработать свои проекты и после форума уехать для того, чтобы их реализовать с другими, потому что все-таки количество участников будет ограничено у нас, соответственно, приедут только какие-то представители от городов и районов, они уже консолидируются на местах с другими президентами школы, и тот проект, который получит поддержку на форуме РОС, он получает воплощение уже на местном уровне. И третий уже там ближе к концу учебного года, где-то там вторая половина апреля, начало мая месяца, РОС, который такой, знаете, итоговый, то есть такая большая, масштабная форумная рефлексия для того, чтобы понять, что сделали, что достигли, а теперь что с достигнутым делать дальше, если так очень-очень вкратце говорить. Вот такая программа действий, она у нас сегодня заложена вот в эту аббревиатуру РОС, которая вроде бы и слово имеет, а с другой стороны это аббревиатура очень серьезных других слов. Вы сказали, что трансформировалась форма проведения, вы вышли на онлайн-площадку, но в связи с этим, чтобы люди могли подключиться к проведению, какую-то работу техническую проводит министерство и ваш Центр молодежных инициатив в этом направлении. Способствуете, как-то помогаете, чтобы это технически было возможно? Ну, конечно, технические возможности, знаете, вот пандемия, как мы называем этот год зума, зум-год, вот. Технические, ну, процессы, они традиционные для всех нас, мы должны обязательно, знаете, самое главное, что мы научились сделать не онлайн-мероприятия, или там, если сейчас так можно говорить, самое главное, что теперь понимаем, что онлайн, мы этого не понимали, да, что онлайн это еще возможность, еще больше охватывать количество людей, и мы делаем такой формат, как оффлайн и онлайн. У нас, конечно же, будет студия своя собственная, которая будет являться там главной площадкой вещания контента, у нас кураторы будут вещать там со своих специально подготовленных зон, да, то есть ребята на местах уже, ну, поскольку сейчас есть определенные ограничительные нормы, да, то понятное дело, что здесь уже в рамках вот этих норм мы будем соблюдать, то есть участники, наверное, будут выходить с того места, где им это возможно. Ссылка на подключение, слава богу, есть. Давайте по реализации проектов, которые будут уже по итогам роста, мы чуть позже поговорим, подключаем к разговору Марию Живогляд, активистку ученического совета Армавира. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что вы готовитесь к принятию участия в этом самом форуме, каким будет ваше участие, чего вы ожидаете, что хотите узнать, услышать и обсудить? Ну, конечно же, это обмен с новыми людьми, знакомства, и вообще хочется повысить уровень своего роста в школьном самоуправлении. А за счет чего вы будете повышать уровень роста, то есть кого вы хотите услышать, каких экспертов, что приоритетно для вас сейчас? Какой опыт необходим вам как активистке? Ну, вот я активист уже с 2016 года, работаю в ученическом совете муниципального образования города Армавира, и у нас проходили разные школы молодежной правовой политики, вот поэтому хочется еще нарабатывать опыт, получать именно от тех людей, которые работают в молодежной политике, это депутаты и многие другие. Мария, насколько необходимо для активной молодежи, таких как вы, вот такие форумы, пусть и онлайн, которые проводят при кураторстве Министерства образования нашего региона? Ну вот, это очень помогает в развитии самого себя, личности, своей. У нас уже проблемы со связью начались, но мысль мы поняли. Спасибо, Мария. С нами на связи была Мария Живоглят, активистка ученического совета Армавира. Сергей, по поводу реализации проектов, вы сказали, что ребята соберутся, предложат какие-то проекты, и для министерства главное, чтобы они были, наверное, реализованы, да? Уже по итогам прошлых форумов проследили? Ну, давайте так, я, наверное, скажу, что история с тем, чтобы вот был конкретный выхлоп от участия молодых людей в конкретных всех мероприятиях и проектах, это как бы такая для нас новая задача. Обычно вот есть такое слово, может быть, те люди, которые не совсем поддерживают заимствованные слова, сейчас, ну, немножко не согласятся со мной, но тем не менее, акселерация, да, то есть это такая система поддержки, сопровождения в повседневной жизни. Вот эта история только нами начинает внедряться в нашу профессиональную деятельность, наставническое сопровождение, экспертная поддержка, ну и какая-нибудь другая ресурсная поддержка, потому что ресурсов нужно множество, и вопрос не только в деньгах, например, да, но и в каких-то там материальных моментах, предоставления площадки для проведения встреч и мероприятий. Вот это акселерация, такое слово, которое упаковывают все, что нужно для того, чтобы проект получил комплексную поддержку, а не там какую-то только вот захотел человек место для проведения мероприятий и все. Вот, поэтому это для нас новое, очень интересное, но в то же время важная перспективная задача, чтобы вот мероприятие молодежной политики, это прежде всего инвестиция в молодежь, а любая инвестиция должна производить кратную отдачу. Вот, поэтому, чтобы, если мы раньше, допустим, преследовали цель инвестировать, то есть чтобы молодой человек что-то получил интересное, полезное, важное, нужное, перспективное, и как бы это и была сама цель, то теперь мы закладываем другую логику, не только инвеститься в холостую, не в пустоту, а в холостую, да, то есть проинвестировали и забыли, так же инвесторы в бизнес-сфере не поступают, они же потом будут отслеживать процентные дивиденды. Такая же история и здесь, может быть аналогия не совсем может быть такая корректная, что я там привожу это с деньгами, да, но так же самое, если мы инвестировали в молодой человек, если мы подразумеваем развитие молодежи во благо региона и страны, то, соответственно, это благо должен производить сам молодой человек, это и есть его отдача. И вот эта проектная деятельность, которая сегодня активно развивается, да, там и в федеральной повестке молодежной политики, и у нас в регионе, и множество грантовых конкурсов, только вот в серии молодежной политики, только больше 2 миллиардов рублей в год разыгрывается на поддержку молодежных инициатив, когда молодой человек может выступить с этой инициативой и получить там сумму. Мало кто верит в то, что это возможно, от этого есть проблема того, что у нас очень низкий там процент участия, но тем не менее, вот эти возможности ресурсной поддержки, они существуют, и вот сейчас мы это активно начинаем развивать. Я думаю, что через год, когда мы будем провожать 2021 год и поздравлять друг друга с наступающим 2022 годом, мы сможем отчитаться о результатах того, как мы проследили или так, как мы сопроводили проект инициативы молодых ребят. Ну, год пройдет, мы встретимся в Центре молодежных инициатив и в Региональном министерстве образования, науки и молодежной политики любят проводить всевозможные форумы и встречи, Рост это не единственная такая площадка, есть еще форум организаторов добровольческой деятельности, территория. Почему у министерства возникла потребность и в этом? Вы знаете, в этом длинном названии форум организаторов добровольческой деятельности территории на самом деле прячется очень интересный формат проведения, это не традиционная форма и встреча. Кто-то сейчас услышит слово, поймет, кто-то нет, хакатон. Это тогда, когда ребята собираются на одной площадке и в интенсиве, не отрываясь, ну, там, допустим, у нас это длится практически двое суток, практически двое суток, решают проблемы через создание какого-то конкретного и готового продукта. То есть через двое суток они выходят с продуктом, которым можно дальше пользоваться. Значит, эта история нам пришла из IT-сферы, когда айтишники собираются, и у них есть задача. У вас двое суток разработать сайт, разработать приложение, приложение по турпривлекательности, например, они должны выйти с готовым продуктом, с готовым приложением. Мы дали им этому контекст добровольческий и дали контекст того, чтобы они были сфокусированы на тех проблемах и вопросах, которые есть в территориях Краснодарского края. И вот у нас в Краснодаре и Армавире сейчас 14-15 декабря прошло, сегодня, как вы сказали, вернее, завтра у нас стартуют зоны в Тихорецке и Анапе. Ребята предлагают, что не на есть самые разнообразные продукты, это и YouTube-каналы, и сайт. И тиктоки, и готовые какие-то сценарии проведения мероприятий, фестивалей. Вот я буквально приехал в полдесятого на Краснодарскую площадку, они уже замучены, но с ноутбуками сидят, работают, и постоянно эксперты, конечно же, их натаскивают, чтобы не были там слабо продуманных или не готовых решений. Поэтому и возникла история, чтобы это был не очередной форум, не очередная презентация проектов. А чтобы вот сейчас сразу же выработали сначала проблемную историю, а потом на проблемную историю мы накладываем конкретные продукты. И они уезжают там, допустим, к себе домой уже с тем продуктом, которым они будут пользоваться. Не только там идея, которую они защитили, и которую теперь можно там подать на грантовый конкурс. Этого уже более чем достаточно в нашей практической деятельности. А вот с продуктом. Вот вы сказали уже, что провели такие встречи в Краснодаре, Армавире, впереди Анапы и Тихорецк. Как в Министерстве образования география составлена? Почему только эти города? Или все будут охвачены? Не-не-не, охвачены будет весь регион. Это мероприятие, форум, который проходит по зональному принципу. То есть четыре зоны. В Краснодар приехало 10 территорий, в Армавир 10 территорий, ну и соответственно и так далее. Поэтому это зоны, зоны принимающие площадки. Вот смотрите, у нас еще одна важная тема, как мы заявили в начале, это обсуждение федерального закона о добровольчестве. Состоялась общественная дискуссия, так это называется. Буквально свежие какие-то есть уже данные, результаты. Почему Центр молодежных инициатив поддержал такие предложения? Что конкретно и кардинально нужно изменить в этом направлении? И какие предложения прозвучали от молодежи? Просто сейчас на уровне нашей страны возникла потребность изменить, уточнить федеральный закон о благотворительной добровольческой деятельности. Во всех регионах проходят сейчас общественные дискуссии. Мы, естественно, не стали исключением. Мы эту историю организовали буквально сегодня у себя на площадке, потому что мы являемся региональным ресурсным центром добровольчества. Мы совместно с коллегами из общественной палаты Краснодарского края, из коллег из добровольческих организаций, волонтерских центров, которые работают на базе высших учебных заведений. Сегодня прорабатывали вопросы, которые бы мы, как Краснодарский край, предложили для изменения и уточнения этого закона. Важно это почему? Значит, есть два таких принципиальных момента, почему это важно. Во-первых, поправки, которые мы приняли в наш главный документ, в Конституцию, прям зафиксировали конкретным образом. Государственная поддержка добровольческой деятельности. Соответственно, исходя из главного документа, должны появляться другие законодательные и нормативные решения, которые будут расширять, что такое государственная поддержка добровольческой деятельности. И второй момент, это, конечно же, пандемия, когда очень много наших граждан вышли, несмотря на то, что это рискованно было для их жизни и здоровья, вышли и оказывали помощь нуждающейся категории граждан. И столкнулись с различными организационными моментами, которые все-таки требуют сопровождения волонтерской деятельности. И поскольку теперь волонтерство и волонтерская деятельность очень плотно вошло, наверное, хотя бы в какое-то понимание и образ жизни, теперь надо, конечно же, эти моменты отработать. Естественно, вот эти нормативные моменты, которые нужны и важны, они сегодня будут предлагаться и прорабатываться уже как механизм реализации вот этих поправок в Конституцию, ну и, соответственно, федерального закона. Сейчас о конкретных предложениях нам расскажет Роман Марченко, председатель комиссии Общественной палаты Краснодарского края по вопросам развития НКО, благотворительности, добровольчества и поддержки молодежных инициатив. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Да, здравствуйте. Озвучите, пожалуйста, какие главные предложения от добровольцев в Кубани по корректировке федерального закона о волонтерстве прозвучали уже? Хорошо, благодарю за внимание. Коллеги, ну, предложений было очень много. У нас была очень благотворная дискуссия. Порядка 20 предложений было озвучено и сейчас в проработке. Из тех, которых я вот вкратце бы мог сориентировать вас, это поправки статьи У-5 федерального закона. Там достаточно размытая формировка касательно условий осуществления добровольцами благотворительной деятельности, так как от своего имени могут быть закреплены в гражданском правовом договоре, который заключается между договором и благополучателем. То есть мы хотим немножко расширить эту статью и заключить, чтобы благотворительные могли заключить обязательный договор с организациями для крупных региональных федеральных мероприятий. То есть не могут быть договоры. То есть эта формировка для коллег кажется очень размытой и непонятной. То есть нужно ее расширить и дать расшифровку. Что значит могут быть и сделать обязательный порядок для крупных и федеральных и региональных мероприятий по заключению договора. Также в этой же статье необходимо, в статье 5 об участниках благотворительной деятельности, в абзаце об участниках, прописано, что согласно закону добровольческой организации, это некоммерческая организация в форме общественной организации, общественного движения, общественных учреждений, религиозных организаций, ассоциаций, фонды или автономно-некоммерческая организация. Но нет ни слова про образовательные учреждения. Хотя, как вы знаете, многие базовые волонтерские центры, в том числе и в нашем регионе, функционируют именно на базе образовательных учреждений. То есть мы считаем, что здесь необходимо внести уточнение, перевести в соответствие данную статью и внести дополнение в перечень понятия о добровольческой организации, что также включало в себя и образовательные учреждения. Спасибо. Роман Марченко был с нами на связи. Сергей Мальцев у нас в студии. Мы продолжаем разговор. Сергей, вот хочется знать, какова у нас политика краевых властей по отношению к волонтерству? Какие задачи, собственно, стоят по исполнению, соответственно, перед Министерством образования и науки и Центром молодежных инициатив? Ну, первое, конечно же, мы сегодня будем воплощать и выполнять федеральную повестку по поддержке и развитию добровольческого движения. И в том числе прорабатывать и внедрять те меры поддержки добровольчества, которые сегодня имеются на повестке дня. Это и вопросы страхования жизни и здоровья волонтеров, вопросы транспортных моментов, когда они осуществляют волонтерскую деятельность, площадок, где они могут собираться. Ну и, конечно же, на региональном уровне у нас есть своя специфика. И здесь мы хотим, конечно же, чтобы мы вместе, вот этот знаменитый известный оранжевый бренд действительно превратился в мощное общественное движение. Потому что в любом государстве, в любом обществе всегда будут различные слои категории граждан, нуждающиеся в различных видах помощи. И когда мы сможем на системном уровне, прежде всего, по принципу инициативы снизу, закрывать этот вопрос, то, конечно же, это будет таким большим-большим нашим достижением и плюсом. Поэтому сегодня, не потому что есть такая установка, а потому что мы сами хотим и сами для себя определяем эту задачу. Сегодня мы вместе, такое очень хорошее объединяющее словосочетание, да, чтобы действительно консолидировало и тех, кто уже присоединился в период пандемии коронавируса и уже, так сказать, постфактум, эта численность волонтеров увеличивалась и виды волонтерской помощи только расширялись для тех, кто это нуждается. Потому что мы понимаем, что волонтерство это не только там субботники, не только там прийти и отдать то, что в человеке нуждается. Это и психологическая помощь, и юридические консультации, и те же автоволонтеры, да, как движение определенное. Вот. И третье... А вот сейчас региональное министерство образования как использует, вовлекает волонтеров, какие акции? Есть понятие сезонные потребности? Да, да. Самое главное, где волонтеры всегда нужны и важны, это, конечно же, событийное волонтерство. Это мероприятие, событие, где всегда нужна волонтерская поддержка, где нужно всегда волонтерское сопровождение по разным позициям, начиная от того, чтобы встречать и регистрировать гостей и участников мероприятия, заканчивая какими-то специфическими задачами. Очень много поступает просьб, запросов на волонтерские группы, как к нам, к региональному министерству, Центру молодежных инициатив, так и к нашим коллегам из муниципальных образований, где уже на локальном уровне развивается история с развитием добровольческого движения. Ну как именно сейчас помогают ваши ребята? Сейчас как? В каких площадках, да? Ну, кстати говоря, форум-территория. Так. Вот. На каждой зоне по 10 ребят, которые контролируют заезд участников, регистрацию участников, которые выполняют функцию таких лидеров, тех малых групп, которые отрабатывают свои продукты, которые контролируют стол, где кофе-брейк, чтобы там все было чисто и аккуратно. Тоже очень важный вопрос. Ну а завершить мы хотим все-таки такой новогодней темой, акцию, которую курирует проведение на нашей территории, в том числе региональное министерство образования, Тайный Дед Мороз. Центр молодежных инициатив тоже причастен к этому. Что это за акция? Тайный Дед Мороз. Кто может стать Тайным Деда Морозом? Может стать абсолютно любой человек, который хочет стать Тайным Деда Морозом. Даже если бороды нет? Да, даже если нет бороды. Бороду мы дадим, да, специальную Деда Морозовскую. Портал добро.ру, заходите и регистрируйтесь в качестве волонтера, который готов выполнить эту функцию. А если есть ребята, которым нужен подарок подарить от Деда Мороза, есть сайт Новый год мы вместе 2020.рф, туда можно кинуть заявку ребенку, который хочет получить подарок. Даже если родители уже купили. А нет же, родители же не покупают. Это же Дед Мороз все делает. Точно, забыл. Это же тот самый Тайный Дед Мороз, Сергей. Ну что вы, вы слишком быстро выросли. Спасибо. У нас в студии был Сергей Мальцев, руководитель Центра молодежных инициатив Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Мы говорили, разумеется, о молодежных инициативах, форуме, рост и других площадках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова